Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко и Анатолий Петрук. И сегодня мы поделимся с вами своим опытом профилактики и терапии субклинических и клинических кетозов. Кетоз – это метаболическое заболевание, которое развивается у коров, когда уровень потребления питательных веществ и особенно энергии не удовлетворяет возрастающие потребности для производства молока. Способствует развитию кетоза повышенный уровень белка в рационе, скармливания силоса и сенажа с высоким содержанием масляной и уксусной кислот. Есть много разных средств для терапии кетоза, например, пропиленгликоль, пропионат натрия, глицерин, сорбитол и другие. Эти препараты часто используются в качестве монотерапии, и в этом их некоторая слабость, потому что у них определенный механизм метаболизма в организме, в результате которого образуется глюкоза. И если этот механизм не срабатывает, мы не получаем эффекта. Простой пример этого. Без инсулина не усваивается глюкоза. Поэтому логичнее будет объединять в одном продукте разные источники энергии, что и делают разные зарубежные и отечественные компании, создавая жидкие комплексные продукты против кетоза. Например, один из отечественных препаратов – это Рапилак. Жидкое и противокетозное средство с содержанием разных источников энергии, таких как пропиленгликоль, глюкоза, пропантриол, л-карнитин, цинк и магний. В профилактическом варианте продукта нет л-карнитина. Л-карнитин – витаминоподобное вещество, относящееся к витаминам группы В. Л-карнитин участвует в бета-окислении жирных кислот, увеличивая количество чистой энергии. Диагностируем кетоз мы с помощью прибора Optimum Exit на 5-12 день после родов. С профилактической целью жидкие энергетики дают 5 дней до и 5 дней после родов, в дозе 300-500 мл на голову. С терапевтической целью используют продукты в дозе 500 мл на протяжении 3-5 дней, иногда и дольше. Для удобства введения продуктов используйте специальный прибор, который называется дренчер. Берете дренчер, нажимаете на рукоятку, погружаете наконечник в средство и отпускаете ручку. Препарат самостоятельно наберется в емкость. Прибор готов к использованию. Лекарство вводите таким образом. Вводите наконечник в ротовую полость и направляете в глотку, а далее нажимаете на ручку и постепенно, не спеша, выдавливаете лекарство. Неудобство только в первый раз. Далее коровы самостоятельно его глотают, так как оно имеет выраженный сладкий вкус. Это все равно, чтобы нас лечили молочным шоколадом с орехами или изюмом. В более тяжелых случаях, когда уровень кетонов возрастает выше 2 мл на литр, нужно использовать тексаметазон, например препараты Тексадев, Ветадекс, Тексавет и метаболики, например Ветазал, Фосбевит, Витазал, Цианофор и Муновитал. Когда уровень кетонов составляет 3-4 мл на литр и выше, тогда подключаем внутривенные или внутриперитониальные инфузии глюкозы 40% при возможности с инсулином. Также можно использовать энерголит, клюкамин, витафармстимул и медицинские сорбилак, ксилат и натрия гидрокарбонат 4%. Как вспомогательные средства используйте холин инъекционный, тиамин, передоксин, кокорбоксилазу. Друзья, используйте в своих протоколах комплексные схемы терапии субклинических и клинических кетозов и берегите своих животных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok